Тогда Иисус был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Почему же дьявол не искушал Христа до 30-летнего возраста? Разъясняя этот недоуменный вопрос, преподобный Ефрем Сирин отвечает, так как не было до этой поры с неба ясного знамения божества его. Когда же была доказана божественность природы Спасителя, тотчас явились и дьявольские козни. Цветоотеческая мысль предлагает дидактическое осмысление отрывка о возведении в пустыню Бога-человека. Так, по слову Феофилакта Болгарского, Спаситель после крещения в водах Иордана выходит на брань, чтобы научить нас, что крестившись, нам более всего должно ожидать искушений. При этом оружием для борьбы с сопротивником святитель Иоанн Златоуст и преподобный Исидор Пелусиот называют «божественную благодать». Однако, как Христос был возведен духом в пустыню, так и крестившемуся не следует самовольно искать искушений, борясь лишь с теми, которые будут попущены провидением. «И ты после крещения», – поучает Ефимий Зигабен, «не будь уже сам руководителем самого себя, но водись лучше духом и не смущайся, подпадая после крещения испытанием». Какой же исторический подтекст таят в себе данные стихи Писания? Евангелисты не указывают на конкретную пустыню, куда был возведен Иисус духом. Предположительно, это иудейская пустыня, которая находилась между городом Иерихоном и Мертвым морем. Сама по себе пустыня – место для ветхозаветного иудея отнюдь не пустое. В сознании израильтян понятие «пустыня» наполнено богатым культурным и религиозным содержанием. Это место молитв и жертвоприношений Богу во время египетского рабства. В этом пространстве под палящим солнцем Господь 40 лет вразумлял свой идущий в землю обетованную народ, дал законы, явил чудеса, питал манною, отверзал источники вод. Это место, куда уносил беззаконие народа козел отпущения. Пустыня стала местом поста и молитв, отшельников и пророков, краем откровений. В пустыне Давид укрывался от Саула, написал 62-й псалом. Глазом вопиющего в пустыне был Иоанн Предтеча, призывающий людей к покаянию и возвещающий о приблизившемся Царстве Небесном. Пустыня, будучи землей пустой и необитаемой, землей сухой, землей тени смертной, как антипод райского сада, является мертвым царством Сатаны. Туда гонят бесноватых демоны. Туда, оставив мучимого человека, отправляются скитаться, ища покоя нечистые духи. Поэтому в пустыню и был возведен Христос, для искушений и победы над врагом в его среде, в его доме. Вместе с тем, данный евангельский отрывок рождает и иные параллели. Как крещение стало началом служения Спасителя людям, так же с крещения начинается и наше служение Богу. Как за крещением Иисуса последовали искушения, так же и за нашим крещением приходит время испытаний и соблазнов. Все то, что тянуло к земле, все то, что манило, что было объектом страсти, должно обесцениться, обратиться в песок. Искушение – неотъемлемое бремя христианина на пути к Царству Небесному, которое берется силою. Но в помощь дается Дух Святой, попускающий соблазны и тем самым испытующий веру. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok